добрый вечер извиняюсь за такую задержку но у нас такая жизнь что бывают непредвиденные обстоятельства хорошо что мы все-таки сообразовали сегодня еще раз всех приветствую добрый вечер продолжаем наши пятницы философские вот хочу вам прочитать интересную цитату который времени уже много веков это руми персидский поэт суфий 13 век 13 век нашей нашей эры конечно уже очень интересно суфии они же это как вам сказать это мудрецы которые в общем-то приняли мусульманство но на самом деле продолжали свои традиции еще ведического познания мира и они в те века очень хорошо знали истину они уже в 13 веке они прекрасно знали что и земля круглая и вращается и что солнце вращается вокруг земли суфи все это знали и хранили древние традиции из а самое главное знание в наш век в наш век люди не знают что крутится вокруг чего уже молодежь не помню ты не знает спрашиваешь их вот тут сколько опросов было они не знают солнце вокруг земли или земля вокруг солнца но самое ужасное уже теорию плоской земли тут разбирают на самом полном серьезе найти как будто проваливаешься в какой-то средневековье когда вот это смотришь но только это все обставлено не средневековыми понятиями там не три слона не три кита а это уже на современных понятиях там уже вам и голографическая картина космоса и в общем всякие всякие так сказать современные представления науки физики так вот что говорит руми бесчисленные сменные настроения которые вы которыми вы не можете управлять вы могли бы овладеть ими если бы знали их истинную природу их истинную то есть причину если вы не можете определить источник собственных изменений то как же вы сумеете определить те изменения которые формируют вас вот что сказал персидский поэт руми суфи поэтому мы мы не заморачиваем головы людей сказками о пульсирующих сферах различных миров измерений а направляем внимание человека на самого себя древние говорили познай самого себя и ты познаешь мир и действительно если посмотреть на человека человек это микро вселенная в нас есть все что есть в нашем мире в кольце великого свечения те же законы управляют нами те же законы построили нашу природу мы построены действительно по образу и подобию бога но придумали бога по образу и подобию своему то есть своего несовершенства мы бога наделили всеми несовершенствами которые имеем и бог и гневливые ревнивые и не дай бог его про 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 гневать и что он очень субъективен в своих так сказать понятиях на самом деле боги я уже много раз об этом говорила боги и не гневливы и не ревнивы они объективно и смотрят на мир объективно и каждому как говорится воздается по его карме по его делам по его мыслям а мы действительно дети бога и мы действительно имеем также 10 планов какие имеет бог то есть семь физических планов и три божественных плана три божественных плана имеет наше импульсное кольцо наш разум семь планов имеет наше плотное физическое тело которое определяется как мы уже говорили чакры поэтому все наши лекции и семинары направлены именно на познание себя как личности а что главное в личности конечно главное в личности это сознание 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 делает нас людьми сознание нас приближает богу сознание нам дает совершенствование и сознание же нас опускает в глубочайший инферно поэтому все зависит от сознания как мы будем работать с нашим сознанием и поэтому все наши семинары и лекции направлены именно познание себя и работы сознания если человек долго не занимается если человек долго не занимается вот решили уйти в эволюцию почитали одну книжку по другую нашли знания вот даже даже скажем те кто уже давно давно слушает мои лекции кто ходит на семинары согласитесь что быт быт съедает все и через некоторое время вы не всегда же думаете о совершенствовании большая часть времени людей конечно занимают бытовые вопросы семейные бытовые но в принципе так это правильно люди же живут но как-то надо находить время для того чтобы освежать знания работать с ними вот для этого конечно нужны медитации вот поэтому я хочу конечно лекции то есть семинары очные делать часто мы не можем у нас и условий для жизни здесь особых нет но скажем онлайн мы можем делать и почаще поэтому я планирую лекцию тоже о работе с сознанием а где-то на по моему 4 5 в декабре до воскресенье воскресные дни 3 4 вот на 3 4 число провести небольшой такой семинар закрытый тоже о работе с сознанием ну я попозже сообщу тему более подробно вот мне задали очень много вопросов и мне хотелось бы успеть на все эти вопросы ответить вопросы очень интересные вот сейчас мы мы начнем как раз вопрос о медитации на про вопрос о медитации меня спросили вот пожалуйста вот виктория шмалько задала вопрос а вы сказали что в этой лекции этого говорили прежде что нам надо медитировать постоянно но на чем нам лучше остановиться выбирать любую из тем которую мы медитировали на этом семинаре или все таки останавливаемся на теме последней лекции но здесь я что хочу сказать что что именно я имела ввиду медитация это знаете это не медитация это вообще состояние сосредоточения состояние сосредоточения и медитировать медитировать можно надо учиться надо учиться это сосредоточиться тому чтобы держать свое сознание в сосредоточении почаще сосредотачиваться потому что даже ту работу которую мы делаем мы должны быть сосредоточены на этой работе тогда мы ее сделаем лучше быстрее и можем даже в обычной скажем нашей жизни такой бытовой проявить какое-то творчество а ведь человек и должен творить но здесь в данном случае каждый может рассматривать ту тему которая ему ближе вообще вы знаете интересно так вот уже даже не к не к самому вопрос а я размышляла на эту тему мы очень часто ведь сосредотачиваемся по жизни и не понимаем что на самом деле это сосредоточение есть медитация когда мы глубоко задумались когда мы о чем-то что-то пытаемся решить и на эту тему задумываясь вот возьмем менделеева до который постоянно медитировал на эту проблему которую мучила и наконец раз и к нему пришел ответ это как результат его знаменитая таблица очень интересного знаете у у мольера есть такая пьеса мещанин во дворянстве где товарищ который попал высокой более высокие сферы социальные и решил что ну и действительно ему надо было образовываться он там репетиторов нанял стал учиться и вот он говорит вы представляете я всю жизнь не знал что оказывается я говорю прозой вот он узнал что что простая разговорная речь это проза вот а здесь я так хочу сказать что люди которые сосредотачиваются они не знают что на самом деле это и есть медитация медитация для многих медитация это погружение куда-то выход из тела но это то что йоги делают это глубокие такие медитации профессиональные медитации а на самом деле человек всю жизнь занимается медитацией даже ребенок вот он сидит и если он что-то внимательно смотрит размышляет он что-то пытается сделать он тоже это тоже медитация медитация это именно сосредоточение когда мы сосредотачиваемся на какой-то мысли на каком-то деле и на чем-то вот ну это так я отвлеклась немножко но в данном вопросе я хочу сказать что выбирайте тему сами конечно ту которая вам близка которая вам более скажем которую вам нужно для себя понять что то размышляйте на то что интересно на то что вам нужно на то что вы хотите познать вот и вот еще вопрос по поводу техники безопасность очень правильный вопрос между прочим во время медитации так ли безопасно уснуть на медитации продолжать спать до утра мы же не контролируем процесс во время сна уходя в сон в состоянии медитации мы разве не остаемся открытыми для внедрения извне или наши лучи нас защищают вот здесь я хочу сказать что конечно наши лучи нас защищают а потом если вы уходите в сонную медитацию вы же наверное перед этим помедитировали и на богов посмотрели и наверное как-то вы соединились с высшим началом хотя бы с ведущим со своим высшим разумом я думаю ничего плохого я сама очень часто в медитации так и ухожу в сон начинаю размышлять о каком-то предмете и ухожу ухожу в сон а вот так что вот миф медитация медитация это путь эволюции необходимый путь развития необходимый путь развития нашего сознания осознание наше развивается только сознание вообще видоизменяется мыслью сознание видоизменяется мыслью и совершенствуется она конечно только совершенствуется она конечно только когда вы работаете с собой так следующий вопрос так немножко разбросана следующий вопрос у меня был связан с моей с моей той пятницы где я вам говорила о так сказать диетах о еде вот меня спрашивают вера азатская добрый вечер ольга александровна а что по поводу рыбы если смотреть на сырое мясо можно видеть не только образ именно этого животного но его болезни и то как он принял конец каком психическом состоянии она находилась но если смотреть на сырое мясо это видеть это нужно и видеть это животное то конечно нужно иметь уже очень продвинутое сознание чтобы это увидеть я говорила о том что поле поле этого животного оно находится в каждом даже микроскопическом кусочки его ткани даже даже одна клетка его несет вот эту всю информацию о животном она несет информацию о животном она несет информацию о его смерти о том как это животное переживает эту смерть и естественно это все передается нашему полю А мы эту информацию уже расшифровываем, и наше, так сказать, поле расшифровывает эту информацию и может даже нам дать не в порядке ассоциативной нашей логики, а в порядке настроения, в порядке, ну, скажем, каких-то чувств каких-то. Люди, которые едят мясо, они ближе к животному миру, они быстро приходят в состояние агрессии, потому что животное, оно же агрессивно, им труднее люди, которые едят мясо кровавое, то есть мясо животных теплокровных, млекопитающих и даже птиц, они тоже теплокровные, им труднее эволюционировать, значительно труднее эволюционировать, потому что они постоянно забивают свои каналы вот этой информации, и эта информация, она не расшифровывается в их сознании, как я уже сказала, на ассоциативной логике. Если они не видят эти картинки, вот тут правда вот Верочка говорит, что можно видеть, ну, это хорошо, если вы видите, но вообще-то вряд ли кто прямо это, ну, это можно представить себе, вообразить себе, а чтобы это увидеть, это надо быть очень-очень продвинутым человеком, чтобы сразу снимать информацию с поля, и снимать информацию с поля, и именно так, как оно есть, вот, чтобы это проходило перед вами не в качестве фантазии и творчества, а чтобы это вот действительно видеть, как оно есть, это очень редко, очень редко, когда человек достигает, это йоги достигают, великие йоги, большие, ну, йоги, которые глубоко занимаются этим, то есть совершенствованием себя и своего сознания, вот, но состояние дает, да, состояние дает, а вот растение, растение, растение это, все-таки, знаете, растение это как, они структурные компоненты, если животные это самостоятельные системы, так сказать, в содержании матери планеты, они как бы ее дети, это системы элементы, то есть системы самостоятельные, то растение это структурный компонент планеты, ну, как, скажем, волосы на теле человека, сок растения, это как молоко матери, и, собственно, это предназначено, собственно, для еды, в основном, человека, потому что, как я уже вам рассказывала, что животное, человек как животное, как то животное, которое пошло на, так сказать, создание для него вот этого тела, оно травоядное, хотя, если бы, например, вот как на той планете, которая взорвалась, там люди, то есть люди, там основой для биокольца явились кошачьи, а кошачьи хищники вообще-то, поэтому им труднее было идти в эволюцию, значительно труднее, они поэтому, когда талюта, вот, талюта тоже же из Саулар, поэтому вот такое все и случилось. Что есть. Ну, к нему мы еще вернемся сегодня, вопрос был очень интересный, я на него, конечно, отвечу. Вот. Дашенька, у меня в кармане есть телефончик, мне там надо некоторые данные, будет потом на ответ прочитать, я просто у астролога нашего поинтересовалась, на мне сбросила, а я переписать не успела, извиняюсь, с телефона прочитаю. Вот, найди, пожалуйста, ватсап, Лариса. Вот, так что, не сказать, что слабее энергия, не сказать, что энергия, исходящая от растений, слабее. Она немножко другая, конечно, но она несет энергию земли, самой матери земли. Вот, теперь вот про сухофрукты, что от них исходит очень-очень малая энергия. Ну, я, по-моему, правда, сейчас я вспомнила, кажется, я уже на этот вопрос отвечала, но не полностью ответила, поэтому вот я его снова взяла, чтобы на него более полно ответить, что сухофрукты, они содержат в себе все микроэлементы, все практически полезные элементы, микроэлементы, витамины, и все, что в них есть, оно, конечно, для организма очень полезно. Вот. Так что, вот-вот выходит, потребление любого несет в себе отрицательную энергию. Разница в том, насколько эта энергия сильна. Можно заряжаться солнцем, да, вот мы уже говорили о солнцееде, о солнцеедах, и я уже рассказывала об этом, что это все миф, на самом деле, солнцееды, это могут быть только йоги высоких ступеней, и так дальше. Значит, я хочу ответить на вопрос. Самое интересное, что я на него ответила, а вопрос сам. Куда-то листочек этот делся, прошу прощения. Спрашивали, как можно узнать, какая энергия слабая или сильная. Вот задавали вопрос. Я ее помню, я ответила, но сам вопрос куда-то у меня делся. Вот. И я хочу сказать, что вообще человек – это не прибор, измеряющий энергию. Люди, которые имеют эзотерический опыт, хорошо меня понимают. Энергия бывает трех видов – биологическая, ментальная и астральная, то есть космическая. Но эти три вида энергии имеют эволюционную шкалу, определенную силу и определенный заряд, плюс или минус. Это особая наука, которая относится к науке энеология. Энеология – это энергоинформационный обмен в природе. То есть определять энергия отрицательная, положительная. Отрицательная энергия тоже бывает… Нет, а ведь человек состоит из отрицательной и положительной энергии, в общем-то. У него и отрицательная и положительная энергия. И отрицательная идет, как мы уже говорили, минус идет у нас снизу поступает, плюс у нас поступает сверху. И в чакрах они преобразуются в энергию биологическую, которая дает жизнь нашему телу. И от того, насколько у нас сильны эти каналы, настолько мы и здоровы. Насколько у нас могут чакры все взаимодействовать с плюсом и минусом, и насколько они могут вырабатывать эту энергию. От этой энергии зависит, собственно, здоровье нашего организма. Мы знаем, что каждая чакра питает определенную систему в нашей природе, определенные… и дает определенный вид информации. То есть пропускает один определенный вид информации. Но эта тема большая, мы уже на эту тему с вами говорили. Вот. Теперь вопрос интересный Олега Мирошниченко. Он меня спрашивает. Осветите, пожалуйста, книги Владимира Мегре «Звенящие кедры. Концепции магии вечности». Быль или вымысел. Анастасия – это действительно живой человек или плод воображения Апфера? Как вы считаете? Ну, я, в принципе, не считаю. Я просто знаю, что никакой Анастасии нет. Мало того, мы знакомы с женщиной, которая, собственно, эту книгу, первую книгу и написала. Для товарища, его настоящая фамилия другая, конечно, он взял себе фамилию Мегре, потому что очень звучит. Но вообще это программа. Мегре, я не знаю, так как я слышала, что он где-то в соответствующих уровнях где-то работал или был с ними связан. А может быть, просто на него обратили внимание. И вот, знаете, как бывает, что он сам может быть жертвой эксперимента. Но он прекрасно знает, что никакой Анастасии нет, ее нет и быть не может. Вымысел это совершенно очевидный. Если еще в первой книге она была написана талантливой журналисткой еще советского времени, которая сама была дочкой, но она нам это сама рассказывала. Она была у нас на празднике, мы с ней долго дружили. Вот, и она рассказывала, что она написала эту книгу и говорит, я не знаю, что потом с ней сделают с этой Анастасией. Ее же нет, может, ее там как-нибудь придумают, что она там погибла, за ней много охотятся. Ну, в общем, короче говоря, любой человек, чувствующий, сразу видит, когда читает все несоответствия, и этого не может быть. Но вот кусочки кедра, которые они распространяют, они как-то заряжены, интересно заряжены. Вот кем-то они заряжаются, они действительно кем-то заряжаются. Это направление сейчас ходит как-то уже на нет, потому что оно изжило себя. А вначале оно имело большую силу, очень много людей сходили с ума, эту Анастасию искали, ждали. Ну, знаете, в самой первой книге я ее читала, когда я ее прочитала, конечно, я сразу увидела, никакой Анастасии нет. На картинке, на обложке такая нарисована девочка с кукольными глазами, с жиденькими белыми волосенками. Ну, то есть это, конечно, явно, что это была программа. Эта программа, наверное, уже отработала, потому что сейчас она сходит на нет, как я уже сказала, уже меньше и меньше становятся последователи этой Анастасии. И главное, что очень многие, потом попав туда, понимают, что ее нет. Я встречалась с очень многими, которые создали вот эти общины. К нам приходили из этих общин, у них были неприятности, они начинали ругаться. Я им тогда сказала, понимаете, у вас нет идеи, что за идея. Но я видела и жертву этой идеи. Люди относили детей в лес и считали, что их выведут звери, что они сами выйдут. Дети гибли. У нас недавно был такой совершенно, ну, как недавно, лет, наверное, 10 назад, когда у нас это было. Лет 10, да, этот пришел к нам этот товарищ. У него такая трагедия случилась. Как раз он у нас здесь находился. Позвонили из милиции, сказали, что у него ребенок пропал, а они занимались как раз анастасийцами, а его жена занималась, была анастасийкой такой. Ну, в общем, искали эту девочку. Девочке, я не помню, сколько было, около двух лет, по-моему, искали всем миром. Моей внучке тогда было 14 лет, она тоже рвалась искать, но просто мы ее не пустили. Ну, девочку нашли, конечно. Ее искали все, кроме родителей. Родители сидели дома и ждали, что она сама придет. Вот. Девочка не пришла, а ее нашли мертвой. Это была история известная. Писали в газетах тогда об этом. То есть, мне рассказывали, что люди там, детей орлам пытались отдать. Ну, в общем, начитаются всякой глупости и начинают экспериментировать. Пожалуйста, не делайте никаких таких глупостей. Мы живем с вами не в волшебном мире. Мы живем в нормальном физическом мире, который подчиняется своим законам. Хищники есть хищники. И для того, чтобы вас хищники не тронули, надо немножко приблизиться к Богу. Вот когда вы приблизитесь к божественному началу, когда вы не будете есть мясо, когда вы будете источать силу разума, и вот когда вот эта сила разума будет исходить от вашего поля, тогда будут действительно с вашей трапы уходить все звери. Они будут чувствовать, что это идет Бог. Для этого вот и нужно самосовершенствование. Так что никаких Анастасий и никаких вот этих чудес нет. Вот. И вот теперь противостояние Урана и Сатурна. Интересный, очень интересный вопрос. Ведь в «Магии вечности» сказано, что Уран погиб, сражаясь с Талютой, выводя его из Тапоса. Нет, Уран не выводил его из Тапоса. А Уран первый принял бой с Талютой, когда он ворвался в нашу систему. Вы знаете, я думаю, что со временем, наверное, эту работу я попрошу. Мне этот фильм дал посмотреть мой зять, ученый, Владимир Кравцов, Владимир Васильевич, где очень интересно приводятся факты, что есть данные, что когда-то какая-то черная дыра, но это они со своих позиций говорят, ворвалась в нашу систему, чем объясняются наклоны наших планет. И говорится о том, что, видимо, первый на себя удар этой черной дыры принял Уран, который лежит как раз-таки на боку. Сейчас он лежит на боку. То есть все планеты под определенным углом, у всех углов практически одинаковые. Ну, он так колеблется на несколько градусов, на сколько-то там часть градуса. Но, тем не менее, они все, в общем-то, идут под одним углом. И только Уран лежит на боку. И вот я поинтересовалась, вы знаете, существует же наука астрология. И вот в астрологии планеты Уран и Сатурн противостоят друг другу. Вот они до сих пор противостоят друг другу. Уран считается планетой революции, изменений, а Сатурн – это устоявшаяся система, социальная иерархия, которая ограничивает жизнь своими установленными законами и рамками принятых норм поведения. Но действительно, Сатурн – это же иерарх был, который создал свою иерархию, свою, собственно, систему и установил свои законы. Эти законы распространяются, к сожалению, на большую часть человечества, потому что большая часть человечества живет в основном на животном манасе. И очень большая часть человечества имеет асурическую природу. Но о сурых асурах вы можете узнать в мифологии Индии, в Махабхарате. И, в общем-то, все цивилизации, которые были затемнены, у них были Сатурналии, праздники Сатурна, они поклонялись Сатурну, у них были кровавые жертвоприношения. Кровавые жертвоприношения, они всегда отличают темные обряды от светлых. Светлые обряды никогда, у них нет никакой, никаких кровавых жертвоприношений. А темные, они как раз приносят в жертву живое. То есть петухов режут, баранов. Ну, в общем, короче говоря, приносят в жертву жизнь животных. А у них так вообще и человеческие были жертвы, они и жертвы приносили человеческие. Это сейчас человеческие жертвы запрещаются, но все равно есть тайное общество, где именно это совершается до сих пор. Так что Уран – это прорыв вперед, а Сатурн – это догма. Уран – это сообщество друзей и единомышленников, а Сатурн – это одиночество. Уран – это, как говорит астрология, это уран, это юмор, оптимизм, а Сатурн – это пессимизм и депрессия. Но при этом Уран может давать отсутствие авторитетов и нервные срывы. А Сатурн дает умение сосредотачиваться и концентрироваться на поставленных задачах и дисциплину. Ну, это, собственно, астрология так говорит. Они же не знают, кто такой на самом деле Сатурн. Вот. Я об этом вам рассказывала, я не буду пересказывать. Но вот даже смотрите, действительно, несмотря на то, что это уже иерархи, которые скручены до материального плана, они продолжают их вибрации, их, так сказать, информация, которая от них идет, она несет их собственную внутреннюю информацию. Ту, которая определяет их сущность, определяет их сущность как личности, которыми они когда-то были. Вот. Так, вопрос следующий. Народный Коши. Вот. Верочка спрашивает Азатская. Думается мне, что проводить какие-либо обряды наши славянские нужно очень осторожно. Вернее всего, живя в родной культуре, эти обряды будут правильными и выглядеть естественными. Нельзя проводить наши обряды людям далеким от родной культуры. Нельзя вырывать фрагмент вышивки из полного узора. По сути, человек сам является узором. Но искаженные линии никогда не лягут в обрядовый узор. Ну, я хочу сказать, что такая принципиальность здесь, в принципе, не может иметь места, потому что это обряд, он уже обряд Коши. Он, конечно, построен на обрядах, на обрядовой системе, той, которую мы нашли в схороне. Но, тем не менее, этот обряд несколько... Он разработан нами еще. И для современного, так сказать... Ну, естественно, мы не сами разрабатывали, а под руководством нашего учителя. Нам учитель это помог сделать. Для, так сказать, работы с нашим пространством здесь, в этом мире. Как мы уже говорили, Коша гармонизирует пространство, меняет это пространство со знака минус на знак плюс. И люди, которые проводят эти обряды, они сами чувствуют их силу и получают соответствующий результат от этих обрядов. Мы уже рассказывали о результатах. Они делятся с нами, люди делятся результатами. И причем, понимаете, ну, что значит... Вот мы, когда мы изучали нашу обрядовую систему, мы изучали обрядовую систему не только славянскую. Мы изучали обрядовую систему многих народов, входящих, скажем, в состав России. Вот мы дружим с сах-якутами. И у сах-якутов обряды очень похожи на наши древние обряды. Очень похожи. Они у нас были на обрядах, мы с их шаманами дружим. И они эти обряды проводили вместе с нами. И, собственно, мы ездили к ним вот тоже. Их обряды видели. Они очень в корне, они похожи. В корне вся обрядовая система, в принципе, похожа. И поэтому любой человек идет к своей корневой культуре. А потом, что такое коша, о какой коши речь идет. Если мы говорим о народной коши, то этот рисунок коши известен очень давно. Но мы даже его взяли из книг наших, так сказать, изучающих нашу корневую культуру ученых. Кстати, Володя Егоров написал очень хороший материал о сем... Собственно, ну, в том числе и о коши он написал очень хороший семинар о... Господи, он... О календаре. О календаре. Да. О календаре. Вот. Он... Это очень, понятно, научный просто материал. Мы даже, я думаю, что мы его должны издать, потому что как раз вот он, этот рисунок коши, потому что это, собственно, есть народный календарь. Ведь раньше мы уже говорили о том, что действительно люди жили... Недели пришли в основном-то у нас с христианством, а лунный календарь. Недели – это лунный календарь. А вот, скажем, декады, то есть, а у нас это пяточки-мокоши, весь древний мир жил по декадам, по десяточкам, по пяточкам. Мы знаем, вот, декады римские, эллинистические, то есть, весь эллинистический мир жил по десяти дневкам. И, собственно, наша коша, она тоже соответствует десяти дневкам. Она имеет в себе 72 пяточки и еще огненный переход. Поэтому, в принципе, народную кошу можно проводить людям любой национальности, любого вероисповедания. И не обязательно быть включенным прям непосредственно в какие-то там ритуалы народные, народные ритуалы. А потом вот народные ритуалы, вот это действительно там надо опасаться, там всякое бывает. А особенно сейчас, это сейчас очень модно, и придумывать, что только не придумывать. На самом деле, все это неоязычество, оно зиждется на творчестве предприимчивых людей. И, к сожалению, затемнено очень, я уже вам рассказывала, и про инглингов, про патроны, и про другие направления. Даже взять это ССО, я вообще не знаю, что это за обрядовые, откуда они высосли эти обряды, из какого пальца у себя. Это придумать. Вы представляете, придумать такое, что нарекать женщину топлис, это что это? Да никогда у нашего народа такого позора не было. Откуда они взяли это, я вообще не понимаю. И как только женщины идут на это, я тоже не понимаю. Стыд и целомудрие, это, в общем-то, было основой нравственной этики нашего народа. Поэтому, ну, как вот вы в быту, в городе, работая в различных, в различных там конторах, можете сохранять традиции. Это очень трудно делать. Конечно, к ним, вот как раз дома, если мы дома проводим кушу, изучаем, мы можем изучать нашу, так сказать, древнюю культуру, нашу изначальную культуру, мы можем ее изучать, мы можем вносить элементы ее в нашу жизнь, но полностью мы никогда не перейдем в нее. Ведь это же, еще Гераклит сказал, дважды нельзя войти в одну реку. Все течет, все изменяется. Если мы с вами даже посмотрим на костюмы различных веков, то костюм одной и той же губернии разного века очень сильно отличается. То есть в процессе времени в костюмы вносили какие-то изменения. И так изменения вносятся в жизнь постоянно, и мы никак не можем вернуться и снова жить так, как жили наши предки. А вот другое дело вернуться к моральной, так сказать, основе наших предков. Это очень было бы хорошо. Потому что наш народ, как известно, генетически самый неразрушенный из всех народов. Почему? Потому что у нас такая была культура, которая создала такой крепкий наш ген. А вот. Поэтому. Какие обряды? Вот, например, смотрите, мы проводим праздники. Мы проводим праздники, и к нам на праздники приезжает очень много людей. А, собственно, что такое наши праздники? Мы вводим людей как раз в энергетику нашей родовой культуры. Мы проводим обряд, какой проводили наши предки. Мы из всех обрядов, которые нам встретились, взяли те, которые наиболее правильные и наиболее сильные, которые действительно соединяют небо и землю. Когда действительно вы чувствуете связь с небом и землей. Когда люди после обряда очень сильно меняются. И мы это видели, и мы это видим каждый раз. И вы тоже видели, если были на наших праздниках. Ну, и к нам на праздники приезжает много разных людей. Вы знаете, у нас однажды на праздник даже приехали люди из Африки. Нигерийский принц у нас был на празднике со своим другом, и привезли их наши друзья. Как же мне было стыдно, когда, да, и девочка была, Стефания, а она была смесь, она была уже не чистая нигерийка была. Так как ей в хороводе какая-то наша женщина отказалась подать руку. То есть, понимаете, у нас нету расизма никакого. Мы все, как сказал Экзипери, мы все экипаж одного корабля, несущегося в пространстве. Ведь наша планета – это удивительный космический корабль, который несется в процессе. Тут все есть для жизни. И если здесь у нас так много разных народов, то наша задача гармонизироваться. Ведь у нас тоже очень много разных органов в нашей природе. И вот представьте себе, органы наши воевали бы друг с другом. Вот это такое бывает, когда нарушаются обменные процессы. Нарушаются обменные процессы. Ну, повторение просто жизни на нашей планете. Понимаете? Для того, чтобы у нас все хорошо работало в организме, нам нужно, чтобы у нас было правильное сознание, и чтобы мы правильно относились к жизни и ко всему. Раз мы на этой планете, то я, конечно, согласна с тем, что сейчас вот эти миграции, которые делают специально, так сказать, глобалисты, они именно на то и на это смешение, так сказать, смешение внутренней жизни планеты, на разрушение ее и нацелено. Конечно, я считаю, что люди, родившиеся в основном, в основном народ должен жить там, где он родился. То есть то место, где его привычный ареал, где у него энергетика соответствует его генетическому коду. Ну вот приезжают сюда узбеки, приезжают сюда танджики. Они попадают совершенно в неестественные условия. Они оторваны генетически от своего древа. И они, естественно, они сами здесь деградируют, сами разрушаются, разрушают культуру той страны, в которую они и приехали. Но это было сделано с умыслом, это сделали специально в свое время. И мне об этом не надо рассказывать. Это любому нормальному здравомыслящему человеку, ясно. Что все должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную гармонию. Но, а тем не менее, как ни странно, коша, народная коша, она приживается у всех народов. У нас ее в татаре очень хорошо используют, она там хорошо работает, и дает очень хорошие результаты. Тем более, что, вы знаете, славянские-то народы вообще перемешаны. Очень многие арийские народы, они имеют одну генетическую основу, и они тоже перемешаны. И поэтому, я думаю, что здесь вот кошу, кошу как раз можно проводить. Но если проводить кошу, которая руническая, другая коша, которая не по, скажем, не по годовым закономерностям идет, а по космическим, то кошу, конечно, не все могут проводить. Ее могут проводить только те, кто уже определенные знания имеют, которые энергетически подготовлены для того, чтобы ее проводить. Вот. Так что... Ну, а вот то, что проводить наши славянские обряды, осторожно надо, это точно, потому что не все славянские обряды по-настоящему славянские. Там такого намешано бывает. Вот я уже вам рассказала про то, что, как вот, например, сосопы дают имена, нарекают женщин. Там столько обрядов разных. И вот был у нас такой отщепенец. Господи, даже имя уже его забыла. Который вроде к нам подошел, хотел исправиться, бывший наркоман, несостоявшийся актер. Оль, ты вспомнишь его? Я уже его настолько забыла, то есть не вспоминала. Время прошло много, он очень плохо кончил вообще. Он стал разрушать, собственно, наоборот, все основы нашей древней ведической культуры. Стал приносить в жертву козлят, бедных которых там резал. А, Анохин, Анохин, он же, подожди, как у него? Саша Рам. А, Саша Рам, вот, вот, вот. Саша Рам, это его псевдоним, да. Где, как сказать, стриптизешься по вызову. И он стал, между прочим, его на майках носили и его эти фанаты образ с окровавленными руками. Конечно, надо очень осторожно проводить все обряды. Не все обряды настоящие обряды, и не все светлые, конечно, славянские обряды, не все светлые. А вот посмотрите, что творят эти азовцы. Они тоже, это дискредитация, вообще дискредитация древних знаний идет. Это же вообще, даже звери этого не делают, то, что делают они. А они, видите, подняли на флаг какую-то там придуманную обрядовую систему, но которая все равно зиждется на каких-то постулатах действительно настоящих, древних. Это специальное затемнение идет и специальное извращение идет. Поэтому, конечно, обрядами заниматься славянскими очень-очень надо осторожнее. Для этого надо иметь очень хорошую нравственную систему, для того, чтобы разбираться, темный это обряд или светлый обряд. Для этого нужно иметь очень хорошую нравственную систему, внутреннюю. Так что очень правильный вопрос, Верочка, вы подняли, это действительно. Ну, а жить в родной культуре, жить вот в родной культуре, например, конечно, хотелось бы, но это пока на сегодняшний день проблематично очень-очень. Вот. Так что, ну, мы проводили трехдневный семинар Коши, желающие могут подписаться у Марины Илюхиной и получить, там очень подробно говорится о Коши. Как работать с нею, как она защищает, как она оберегает ваше пространство, вашу семью, вашу жизнь даже. вот. Вот Анастасия Кудряшова просит прокомментировать археологические находки в Дальменах, как они вплетаются в теорию о землях. Я, к сожалению, не слышала ни про каких исторических находок в Дальменах. Насколько я знаю, они все пусты, в них даже косточек не находят, потому что раньше считалось, что это якобы захоронения какие-то, но все не понимают, почему у них снизу, именно снизу, круглые отверстия. А вот почему у них круглые отверстия, нетрудно догадаться, потому что это выходы, это порталы из Нагилок. Нагилоки, мы уже рассказывали, об этом и в Маге Вечности говорится, я рассказывала, по-моему, о Дальменах тоже много рассказывала. Существуют Нагилоки, глубоко под землей существуют целые страны, которые называются Нагилоками, где живут Наги. Вот самое интересное, мы познакомились с профессором Ахишвараном, который из Индии. Он говорит, что мы вот все, там у них целый род, мы рода, из племени Нагов, когда-то мы вышли из Нагилок и вот остались здесь. То есть Наги, они могут оборачиваться людьми, они выползают оттуда, оборачиваются людьми и потом ходят среди людей, и люди даже не понимают, что это Наги. А потом также точно выползают в свои Нагилоки. Вот это Дальмены, но те Дальмены, которые мы знаем, потому что, скажем, Нагилоки есть светлые Нагилоки, есть Нагилоки темные. И если на Урале светлая Нагилока, вот под нами тоже светлые Нагилоки, а Нагилоки в Кавказе, на Кавказе, под Кавказом, под всем Кавказом, это Аид, то, что в Библии было названо Ад, Аид-Ад. Там темные Нагилоки, да, и вот эти Нагилоки, те Дальмены, которые выходят там, именно в районах Кавказа, эти Дальмены, через них это порталы как раз темных Нагов, которые оттуда выходят. А раньше, это очень-очень давно, много тысяч лет назад, там жил народ, который им поклонялся, они эти Дальмены и строили для того, ну, и они, собственно, служили этим Нагам, они туда, как правило, привязывали, приковывали жертву, когда оттуда выходил Наг, он пожирал эту жертву и уходил обратно. Ну, такие подобные мифы известны даже в Греции, вот, тоже, что так и вроде то же самое делали. Ну, такие же жертвы были и в Египте, при которой приносили себе ку-крокодилу, а здесь вот приносили жертвы темным Нагам, которые выходили. Поэтому я, вот, мы ездили и смотрели, как некоторые люди подходят, начинают медитировать. А чего медитировать? Куда они попадают? Это очень опасно, медитировать у Дальменов. Я бы никому не советовала медитировать у Дальменов, потому что любой Дальмен, абсолютно любой Дальмен, с круглым входом, это портал в Нагилоку. Либо светлую, либо темную. Чаще всего темную. Ну, Нагилок в Урале, на Урале не встречалось, не знаю, мы не видели. Может быть, они и есть, но мы не видели. Мы объездили весь Урал в свое время. Вот. Поэтому, вот, и теория о змеях. Так. И я хотела бы ответить вот на вопрос. Так, сейчас. Человек совсем новый, первый раз у нас, вот, Нина Степочкина, просит рассказать о личном опыте роста самосознания. Ну, я о себе сильно не люблю рассказывать, но приходится иногда, так сказать, приводить свой опыт, потому что другого-то я редко могу привести. А вот нечувствительности, нечувствительность, значит, вам приходилось это на практике, кроме случая нечувствительности кожи к кипящему маслу. Нет, кожа-то чувствительная, она почувствовала сразу. Я ожог-то почувствовала сразу, просто я сразу сделала то, что надо сделать. Я сразу палец поместила под ледяную струю воды. И при этом я работала, сосредоточившись, что не успела все провариться, это же все быстро произошло. и сработала мысль, и все. Тут ничего такого нет, это только работать нужно с этим. Вот. Теперь вот тоже вопрос, это вопрос, значит, очень правильный, потому что очень многие мне уже такие вопросы задавали и говорили, и поэтому я думаю, что на него надо ответить все-таки. Значит, Ольга Александровна, не сочтите, пожалуйста, за норовоучение, но как специалист без регалий для общей пользы дела отмечу, что незаменимые аминокислоты, без которых не могут быть многие гормоны, многие гормоны есть, конечно, в растениях, но по сравнению с мясом их там так мало, что надо съедать охапки растений. А если учесть, что сейчас здоровых кишечников нет, проблема попадания аминокислот в кровь еще более усугубляется, это относится, это же относится к железу. Никогда растениями человек не создаст нормального уровня железа. Для интереса посмотрите таблицы. Ну, насчет железа, что я вам скажу? Если нет никаких кровопусканий, если нет потери крови, железо прекрасное. Я вот не ем кровавой пищи, скажем, уже лет 50 почти, и при анализах у меня всегда нормальное показывает железо. Мало того, что я сама, я не скажу, что я совсем вегетарианка, конечно же, я ем молочные продукты, яйца ем, и рыбу ела достаточно долго, и бывает иногда, что сейчас могу съесть ничего. видите ли, для того, чтобы стать полным-полным вегетарианцем, нужно жить в другой стране, в другом месте. Хотя мне говорят, что человеческий организм может синтезировать все в себе, абсолютно, да, может синтезировать, но не синтезирует. Однако, понимаете, потому что для того, чтобы он все синтезировал, должны идти века, и это должно отложиться в генетической структуре человека, прежде всего в генетике. И вот тогда, да, он будет все синтезировать, а за одну жизнь ничего он не научится синтезировать, и поэтому ему приходится давать различные микроэлементы. Но мясо я даже принципиально не ем, и птицу тоже. Вот. Ну и рыбу практически тоже уже не ем, практически не ем, можно сказать. Даже если вспомнить, не помню, когда я ее ела. А и не нуждаюсь в этом, кстати. А потом мы берем, у нас очень много содержит белков, орехи, скажем, творог, молочные продукты, ну настоящие, если они, конечно, сырые, и все-таки в зеленой массе растений, конечно, очень много тех необходимых нам аминокислот. Так что и у меня моя дочь вместе со мной перестал есть мясо во втором классе уже, она прекрасно родила троих детей, и все трое деток, у всех анализ крови отличный, и это уже взрослые дети, и старшая девочка вообще, правда, я ее очень пыталась вразуметь, что лучше не надо прекращать есть молоко, она решила, что она вообще хочет быть там, даже и молоко не есть, но на самом деле, конечно, молоко нужно, и молочные продукты нужны, если у вас есть ферменты, которые это молоко переваривают и перерабатывают. Средний внук прошел несколько лет назад армию, и в армии он не ел мясо, он голодал несколько дней практически, пока наконец он там это поняли, и он уже стал нормальную пищу есть, но без мяса, он так мясо и не ел, в армии не ел мясо, и сказал, что там еще была пара мальчиков, которые тоже не ели мясо нормально, то есть они здоровые, нормальные дети, в детстве очень мало болели, практически не болели, но может быть еще потому, что они в деревне жили, в деревне все-таки воздух лучше, и еда здоровая, нормальная, так что вот, пожалуйста, без всякого мясо прекрасно, из крови все хорошо, вот, так что, а потом, знаете, я не верю врачам, вообще никак, потому что врачи учатся на трупах, они же на вскрытии трупов учатся, а человек это живой организм, я изучаю, я как целитель изучала все эти годы человека, его организм в живых процессах, поэтому врачи сами болеют очень сильно и даже больше, чем кто-либо, потому что они еще и карму людей, с которыми они работают, берут на себя, а в последнее время, если учесть, что делалось с этой эпидемии, которую нам принесли, так сказать, с Америки, и эти вот протоколы, по которым лечили люди, они умирали, это же все известно, об этом везде пишут и говорят, вот эти таблицы, все эти таблицы, вы поймите, эти таблицы, вот у меня была, мы в друзьях, женщина еще в советское время, она работала в институте крови, и она говорит, а я вообще не верю этим всем этим так сказать, измерениям, которые происходят, когда люди кровь сдают, потому что, говорит, анализ крови, все эти анализы, они очень шаткие, берешь анализ, через два часа у того же человека берешь анализ крови, он уже другой, поэтому действительно все течет, все меняется, процессы у нас текут в организме, и все меняется в организме, вы сегодня сдали кровь, сдали кровь, получили результат, а у вас через 3-4 часа уже другой результат может быть, вполне может случиться так, что он поменяется, поэтому эти все таблицы, они эфемерны, ну вот единственная интересная очень таблица, да, была, вот считалось, что я все время приводила, я, кстати, забыла рассказать об этом, когда говорила о диете, о том, что изучают, изучают, изучали ученые, и сейчас до сих пор существует калорийная система, система калорий, какой продукт, сколько дает калорий, какова историческая, так сказать, данность этого вообще вот направления, как говорили, что где-то прусский какой-то король, Фридрик там какой-то, я не знаю, очень воинственный у него была очень большая армия, и он тогда дал своим этим всем лейб-медикам этим дал задание, чтобы они узнали, какое количество, какой продукт при наименьшем количестве дает больше всего силы. Но они немало не сумнешно, все они взяли каждого продукта по равной, так сказать, в равных количествах и сожгли в муфельных печах. Больше всего, конечно, калории выделило мясо и жиры всякие разные. Но если бы они еще бензин, там-то тогда не было бензина, ну, конечно, они больше еще получили калорий. Вот. Это вот такая калорийная система. И меньше всего, оказалось, дают, и меньше всего дали калории растения. И поэтому армию стали накачивать мясом. Ну, мясо действительно, ну, во-первых, и озверин дает больше, и поскольку оно вышибает у человека его гормоны, на свои гормоны вышибают гормоны человека, то у человека кажется, что он как бы поел и стал сильнее. Вот. но потом где-то, это я помню, это где-то было в 80-х годах, я дружила с семьей Поповича Павла Романовича, как-то я прихожу к ним, у них на кухне висит новая система, очковая система. Они сказали, ну, вот эту очковую систему в Америке разработали, и вот выяснилось, что полезность и сила, идущая от продукта, вычисляется в очках. И вот наибольшее количество очков имела зеленая масса растений, а и наименьшее, почти к нулю, имело мясо. То есть мясо меньше всего дает действительно здоровье, силы человеку. На этой почве возникла тогда кремлевская диета. Ой, сколько же мне пришлось потом исцелять людей, которые посидели на этой диете. Они все, практически все, кто сидели на этой диете, порушили свою печень. А если порушена печень, то порушено все в природе. Как говорят на Востоке, печень царица, заболела царица, за ним могли все придворные. Печень необычная, что она, яды, с которыми она не справилась, она выбрасывает в кровь. Продукты, шлаковые продукты, которые она тоже выбрасывает в кровь, они должны проходить очищение дальнейшее почками и другими там системами очищения, выделения. Ну и у человека летит печень, а значит летят сосуды, а сосуды это сердце, ну и все остальное прочее. Так что вот, пожалуйста, вот эти, сейчас это, сейчас эта диета называется, она потом английской называлась, а сейчас она еще как-то, мне недавно говорили, по-новому как называется, в общем, у нее много всяких названий, когда человек ест одно мясо и в результате нарабатывает себе множество болезней. да, он худеет, действительно худеет, потому что, но вы знаете, такая казнь была, и в Англии была такая казнь, когда кормили человека одним мясом, и человек умирал в муках, в струпьях, в язвах, и в Китае такая была тоже, так что, ну, это вольному волю, как говорится, спасенному рай, как хотите. Вот, дальше вопрос идет такой, я не понимаю, зачем нужно йогам достигать высших уровней, когда они перемещаются в другое измерение, и зачем надо это окружающим обществу, ну, скажем так, что йоги не перемещаются, не все йоги перемещаются в какие-то измерения, а у нас йога идет, у нас идет йога как вообще зарядка, как гимнастика, люди учатся управлять своим телом, а вообще йога это инструмент работы с собой, инструмент самосовершенствования человека, просто он у нас здесь, у нас в России его практически в таковом назначении нет, а йога йога, которую мы знаем в Индии, ну, о ней мы только слышали, да, вот есть фильм такой, индийские йоги, кто они, где они показывают всякие чудеса, которые они творят, они пьют кислоту, заедают стаканом, ломают копья, ну, это они показывают способности тела, насколько они овладели своим телом, вот, а для того, чтобы в другое измерение перемещаться, это, знаете, это нужно очень, очень большой путь развития и очень длительная эволюция, вот, вот, что значит, тут еще ведь у людей смешаны понятия измерений, что значит измерение, ну, здесь я уже не буду останавливаться, это очень долго, это специально, у нас очень много, у нас очень много на эту тему сказано в предыдущих семинарах и пятницах, вот, я вам очень советую, Ниночка, прочитать, ну, послушать все пятницы, начиная с первой, вот, ну, если интересно, можете взять какие-то семинары, поглубже познакомиться, вот, а здесь вот далее, еще я не понимаю страха от обсуждения человека, вышедшего за дверь, так ли велик этот грех, это же всего лишь попытка соизмерить вышедшего человека с нормами морали, ну, я понимаю, но ведь надо же свои сначала соизмерить себя с этими нормами морали, а не соизмерять других людей с нормами морали, это надо прежде всего обсуждающему, конечно, потому что обсуждающий тешит себя, вообще-то в народе это называется как сплетни, злословие, вот, когда люди им хочется, ну, за счет того, что они понижают уровень значимости другого человека, возвыситься самому в собственных глазах, вот. Во время обсуждения человек анализирует, соответствует ли он сам моральным нормам, вот как раз таки он этого и не делает, он совершенно не анализирует, ну, говорится о том, что он какие-то моральные нормы знает, а вот может ли он их в себе анализировать, насколько он этим моральным нормам соответствует, вот здесь, конечно, здесь уже очень большой вопрос, вот. Так что, вот, а вот этот вопрос, на который я как раз-то, вот он вопрос, вы часто употребляете слово энергия, в том числе и пищи, я понимаю, что речь идет не о пресловутых калориях, а чем, а в чем вы измеряете энергию, когда называете ее большой и маленькой, вы знаете, приборов таких еще не изобретено, чтобы изобретать, чтобы мерить энергию в каких-то единицах, как я уже говорила, энергия бывает разного вида, вот мы об этом я в самом начале рассказала, это, конечно, интересный вопрос, о том, что энергия бывает биологической, ментальной, астральной, конечно же, она должна, наверное, как-то измеряться, но, вы знаете, совсем недавно люди научились только фотографировать человеческое поле, поэтому, только еще вопрос о поле более-менее снятый, то, не всеми учеными, ученые до сих пор считают это лженаукой, поэтому, пока приборов измерительных не изобретено, как измерять, человек сам чувствует силу энергии, как правило, чувствительный человек ее чувствует, и даже нечувствительные ее ощущают по тем, так сказать, состояниям, которые, но они могут не подозревать, что это идет поток энергии, или что они просто могут только констатировать свое какое-то состояние, а все наши состояния, они, конечно, зависят и от того, в каком потоке энергии мы находимся, вот, ну, я сегодня, кажется, ответила на все вопросы ваши, даже превысила свой лимит времени, это я, как бы, извиняюсь за свое опоздание, за то, что я сегодня позже пришла, ваши вопросы очень интересны, мне очень интересны ваши вопросы, я с удовольствием отвечаю на них, поэтому прошу, задавайте мне свои вопросы, на какие я могу, на такие и отвечу, так что, вот, пожалуйста, спрашивайте, отвечаем, все, что в моей компетенции, я вам могу рассказать и ответить на ваши вопросы, а сейчас мы с вами прощаемся, всего доброго, ясности в пути. Спасибо.